Разрушительные ураганы, пожары, засуха и наводнения. Если одни страны изнывают от зноя, другие мокнут и мерзнут. Ученые все это называют очередным изменением климата. Среди стран, которые наиболее сильно подвержены изменению климата, являются и страны Центральной Азии. Кстати, Кыргызстан там занимает лидирующие позиции. Самым жарким для республики стал 2021 год. Согласно прогнозам специалистов, если не принять меры, то в ближайшие десятилетия климатические изменения будут только нарастать. Самые главные угрозы, перед которыми стоит наш регион, конечно же, это тепловые стрессы, это повышение температуры как в летний период, так и в зимний период. Повышение температуры в зимний период ведет, конечно же, к тому, что меняется структура снега, меняется период залегания снежного покрова. Соответственно, изменение снежного покрова, изменение твердых осадков влияет на водность. Конечно же, мы все знаем про таяние ледников. Изменение режима выпадения осадков, изменение ледников ведет к изменению водного режима. Уже 2030-50 годам ученые прогнозируют повышение температуры от 1 до 3 градусов. Это, в свою очередь, может привести к увеличению смертности на 250 тысяч человек в год. Является ли это очередным обсуждением или повод для беспокойства? Действительно есть. Сегодня пытаются разобраться участники региональной молодежной конференции. По их словам, для решения этой проблемы необходима заинтересованность всех сторон. Особенно важную роль в том направлении, как отмечает собравшийся, играет молодежь. И молодежь – это не только наше будущее, но это тоже наше настоящее. У них есть мнение, у них есть позиции, у них есть возможность активно действовать, и мы хотим этот процесс поддерживать. Мы имеем в виду, это ОБСЕ, ГИЦЭТ, и это правительство Германии, которые поддерживают процесс Зелёной Центральной Азии как инициатива и как партнёры для реакции, для действия в адаптации изменений климата в Центральной Азии. Мы делим это в рамке наших мероприятий 30 лет сотрудничества между странами Центральной Азии и Германией. Более 30% населения стран Центральной Азии составляет именно молодёжь, говорят участники конференции. По тому молодому поколению, как движущей силе в борьбе с изменением климата, необходимо обеспечить обмен информацией и передовой опыт на местном, национальном, региональном и международном уровнях. Борьба с экологией и работа по этому направлению, должна вся страна, весь мир. А мы тоже часть мира делаем свою работу в этом направлении. И в течение четырёх дней будут обсуждаться разные инициативы молодёжи, будет обмен опыта. И самое главное, наше министерство совместно с министерством экологии, партнёрами, то есть с нашими партнёрами GIZ, OBSE, мы бы хотели, чтобы эта конференция продолжалась каждый год. Согласно научным исследованиям, климатические перемены в первую очередь связаны также и с человеческой деятельностью, сжиганием ископаемого топлива, нефти, угля и газа, активным освоением земель, а также вырубка лесов и разрушение экосистем. Всё это оказывает негативное влияние как на здоровье человека, так и на экономику страны. Особенно одна из самых уязвимых сфер – сельское хозяйство. Из-за сильной засухи многие фермеры лишаются урожая, тем самым поставив под угрозу продовольственную безопасность. В школах осенние каникулы начнутся 31 октября. Об этом сообщили в Пресс-службе Минобразования и Науки. Согласно базисному учебному плану на 2022-2023 учебный год для общеобразовательных организаций осенние каникулы составляют 7 календарных дней с 31 октября по 6 ноября. Но так как 7 и 8 ноября объявлены днями истории и памяти предков и являются нерабочими праздничными днями, то занятия в школах начнутся 9 ноября. И так как в этом году 7 и 8 ноября выпадают на понедельник и вторник, следовательно, граждане, работающие по пятидневному рабочему графику, будут отдыхать с 5 по 8 ноября. Кыргызстанцы завоевали две медали чемпионата мира по вольной борьбе среди спортсменов до 23 лет, который прошел в Понте-Ведре, Испания. Об этом сообщил сайт Объединенного мира борьбы. Тайрбек Джумашпекулу весовой категории до 61 кг уступил в финале армянскому борцу и занял второе место. До 57 кг Бигзат Алмазулу завоевал бронзовую медаль чемпионата. Напомним, кыргызстанцы остались без медали чемпионата мира по греко-римской борьбе. Субтитры создавал DimaTorzok